Как думаете, что было главной интригой последних месяцев в нашем фигурном катании? Может дело Камилы Валиевой, судейство Гран-при России, или прыжковый турнир? Нет, все дело в том, что осенью в ледниковом периоде в роли ведущей дебютировала Анна Щербакова, составив компанию Алини Загитовой и Алексею Ягудину. А издание «Комсомольская правда» вот уже несколько лет устраивает голосование за лучшую телеведущую года. Последние два года приз уходил Алине Загитовой, но сможет ли Алина отстоять звание лучшей в борьбе с Щербаковой, ответить однозначно никто не мог. Голосование было запущено неделю назад, Алина тут же захватила лидерство, но несколько часов спустя Ани вырвалась вперед. С каждым днем разрыв существенно увеличивался. Фанаты Загитовой были расстроены и даже жаловались друг другу на накрутки. За день до конца голосования динамика гонки была такой, Алина вроде, стала сокращать, но фанаты Ани за несколько минут вновь создали казалось комфортный отрыв. Но фанаты Загитовой просто так не сдаются. И, а чудо, в ночь перед подведением итогов Алина на космической скорости улетела вперед. Фанаты Ани ничего противопоставить уже не смогли. Алина Загитова, лучшая телеведущая России третий год подряд. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала признание российской фигуристки Алиной Загитовой лучшей телеведущей России. Эта награда была вручена ей за работу над проектом «Ледниковый период». Считаю, что и Алина Загитова, и Анна Щербакова очень хорошие, очень сильные ведущие. Алина в этом сезоне значительно лучше себя показывает, чем в прошлом. Мне кажется, что признание ее лучшей телеведущей страны справедливо. Загитова совершенствуется на этом поприще.